Как проверить детский лагерь и можно ли купаться, об этом в рубрике «Прогнозы МЧС» расскажет заместитель начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Валерий Ильич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Начало лета станет сложным периодом для метеозависимых людей. Сильные вспышки на солнце ожидаются 1-2 июня. В эти дни, вероятно, магнитный будет до 67 баллов. С 3-го по 5-го июня интенсивность вспышек на солнце уменьшится до 4-5 баллов. МЧС предупреждаем, будьте осторожны. Уважаемые красноярцы, предстоящие выходные будут весьма жаркими, днем до 30 градусов. Затем понижение температуры. В сутки на понедельник мы ожидаем шквалистое выселение ветра до 15-18 метров в секунду, возможно, небольшой дождь и гроза. В последующем мы ожидаем повышение температуры днем. В связи с жаркой погодой мы ожидаем увеличение количества термоточек и лесных пожаров. Напоминаю, что в крайней крае действует особый противопожарный режим. С начала сезона на тушение палатровы в крае пожарные выезжали более тысячи раз. Предупреждаем, не сжигайте мусор, не разводите костры, особенно в ветреную погоду. Вы огонь не поймаете. Штраф за уменьшение для физлистов до 4 тысяч рублей. Уважаемые красноярцы, будьте осторожны при выезде за город. С каждой недели увеличивается количество населенных пунктов, в которых жители пострадали от укусов клещей. Места с наибольшей активностью клещей вы видите на своих экранах. Их уже более 26. На прошлой неделе было до 17. Это академгородок, заповедник Столбы, Ветлужанка, ну и прочее. С начала сезона в крае зафиксировано более 3200 случаев укусов клещей. На прошлой неделе было 1700. Предупреждаем красноярца, которые отправятся отдыхать на водоемы. Купальный сезон не открыт. Проб забора воды из водоемов нет. То есть на всех пяти местах, которые предполагаются к открытию, они пока не готовы. Кроме того, вода очень холодная, купаться опасно. Уважаемые родители, в период летних каникул дети поедут на отдых в загородных лагерях. В крае планируется к открытию более 800 оздоровительных лагерей. Из них 60 загородных, 795 дошкольных, 28 палаточных. Сотрудники МЧС в рамках сезонной операции отдыха уже проверяют в лагерях систему противопожарной защиты, наличие справа на сигнодушителей, ну и прочие вопросы безопасности. В начале каждого заезда детей в летние лагеря сотрудники МЧС будут проводить занятия по пожарной безопасности, как с детьми, так и с обслуживающим персоналом. Ну, кроме того, предупреждаем уважаемые красноярцы родителей. Перед отправкой ребенка в лагерь обязательно проверьте подлинность места отдыха, позвонив в Управление образования по Красноярскому краю, телефон у вас на экранах. В прошлом году в 12 регионах было выявлено 17 несанкционированных лагерей, в том числе в Хакасии, в Республике Алтай и других. А в 16-м году их было 55 в насыщенных регионах. Уважаемые красноярцы, будьте бдительны. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК. До свидания. Продолжение следует...